Электрификация железных дорог. Комплекс мероприятий, выполняемых на участке железной дороги для возможности использовать на нем электроподвижный состав электровоза, электросекции или электропоезда. Для тяги поездов на электрифицированных участках железных дорог используются электровозы. В качестве пригородного транспорта используются электросекции или электропоезда. История электрификации железных дорог в России и бывшем СССР. Планы создания первой отечественной электрической железной дороги появились еще в 1898 году, а ранее Нбаумская электрическая линия начала строиться в 1913 году, однако реализации планов помешала Первая мировая война. В итоге дорога стала использоваться на ограниченных участках как трамвайный маршрут. Первой электрифицированной линией на территории бывшего СССР была пригородная линия Таллин-Пискиула длиной 11,2 км в независимой Эстонии. Электроматрицы с прицепными вагонами начали работу в 1924 году. Существенная реконструкция узла и расширение полигона электрификации была осуществлена в 1950 гг. В 1926 году электротяга была внедрена на пригородных линиях в Баку. С 1929 года электрификация начала внедряться на магистральных железных дорогах, в основном для пригородного движения, где электропоезда заменяли пригородные поезда на паровой тяге. Первым участком стала линия Москва-Мытищи длиной 18 км в 1930 гг. На Московском узле были электрифицированы Ярославское, Горьковское, Рязанское, Курское направления. Использовался постоянный ток напряжением 1500 вольт. Участок Загорск-Александров в 1937 году был электрифицирован на постоянном токе напряжением 3000 вольт. Электропоезда, следовавший из Москвы, на станции Загорск переключали группы двигателей и продолжали движение дальше. Электрификация узла продолжилась во время Великой Отечественной войны и во второй половине 1940-х годов. В 1932-1933 годах электротяга была внедрена на магистральной железной дороге Хашури-Зистофонии на тяжелом Сурамском перевале. Здесь, в отличие от Москвы и Баку, электротяга использовалась для грузовых и пассажирских перевозок. Впервые на железнодорожных линиях СССР стали работать электровозы. С 1933 года обозначился курс на первоочередное внедрение электрификации в трех случаях – интенсивное пригородное движение, при котором использование паровозной тяги крайне неэффективно. Так электротяга появилась в Ленинграде, на курортах Кавказских минеральных вод, Куйбышеве, некоторых ответвлениях от магистральной электрифицированной железной дороги в Грузии, где ввиду наличия электрификации под грузовое движение было невыгодно держать паровозы для пригородного и местного сообщения. В таких случаях, как правило, электрификация осуществлялась на постоянном токе напряжением 1500 Вольт. На перевальных железных дорогах, где электротяга позволяла существенно увеличить пропускную и провозную способность линий, так было в Грузии. На Урале электрификация велась на постоянном токе напряжением 3000 Вольт. На напряженных железнодорожных линиях в новых промышленных районах такой курс сохранялся примерно до 1950 года. Во время войны на многих электрифицированных линиях контактная сеть демонтировалась, а электроподвижный состав эвакуировался. Линия Лоухи – Мурманск, несмотря на прохождение рядом линии фронта, продолжала работать. Во время войны электротяга получила развитие на Московском узле и на Урале, а после войны была полностью восстановлена на всех прежних участках. В 1950-1955 годах началось первое еще осторожное расширение полигона электрификации. Начался переход с напряжения 1500 Вольт на 3000 Вольт на всех пригородных узлах. Дальнейшее развитие пригородных узлов – удлинение электрифицированных линий до соседних областных центров с внедрением электролокомотивной тяги для пассажирских и грузовых поездов. Островки электрификации появились в Риге, в Куйбышеве, в Западной Сибири, Киеве. С 1956 года начался новый этап массовой электрификации железных дорог СССР, который стремительно вывел электротягу и тепловозную тягу с 15% долей в перевозках в 1955 году до 85% долей в 1965 году. В течение 10 лет были введены самые длинные электрифицированные дороги – Москва, Куйбышев, Челябинск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Ленинград, Москва, Харьков, Ростов-на-Дону, Сочи, Тбилиси, Ереван, Москва, Горький, Киров, Пермь, Москва, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону. Минеральные воды существенно возросли локальные полигоны электротяги на Восточной Украине, Азербайджане, Горьком, появились новые островки в Минске, Волгограде, Владивостоке, на Западной Украине, в основном. Завершена электрификация в Грузии, в среднем в каждый год этого десятилетия вводилось около 2000 км электрифицированных железных дорог. В эти годы электрификация продолжалась как на уже хорошо себя зарекомендовавшем постоянном токе напряжением 3000 В, так и на переменном токе частоты 50 Гц напряжением 25 КВ. Первым на переменном токе был электрифицирован опытный участок ожерелья Михайлов-Повелец в 1955-1956 годах. После проведения испытаний было решено увеличить напряжение до 25 КВ. С 1959 года переменный ток напряжением 25 КВ начал внедряться на длинных участках, где требовалась электрификация, но поблизости не было полигонов постоянного тока. Параллельно с развитием сети линий на переменном токе велась разработка подвижного состава переменного тока. Так, первые электропоезды R7 и R9 начали работу только в 1962 году, а для Красноярской железной дороги в 1959 году были приобретены французские электровозы типа F, так как производство советских электровозов переменного тока задерживалось с 1966 года. Наметился спад масштабов электрификации в пятилетке от 1966 до 1970 грамм в год. В среднем вводилось 1700 километров новой электрификации, а с 1971 по 1990 годы – от 900 до 1000 километров в год. Причем такие стабильные показатели сохранялись в каждой из четырех пятилеток этого периода, если в 1966-1970 годах. Еще продолжался перевод линий с паровой на электрическую тягу, то после 1970 года на электрическую тягу переводились наиболее напряженные тепловозные магистрали. Кроме того, электрификация продолжала внедряться на крупных пригородных узлах – в Казани, Саратове, Львове, Вильнюсе, Калининграде. Развивались ранее электрифицированные пригородные системы в Минске, Риге, Ленинграде, Москве, Волгограде и ДЭР. В 1980-х г.г. были электрифицированы несколько протяженных магистралей. Транс-СИП от Читы до Хабаровска, Бамат-Усть-Кута до Токсимо, Линия Вязьма, Минск, Брест, Линия Чарусти, Казань, Дружинино, Трансказахская дорога, Караганда, Ташкент с продолжениями на Алма-Ату и Самарканд. В 1991-2005 г. размеры электрификации в странах бывшего СССР сократились до 450 км в год, с падениями в отдельные годы до 150 км в год и взлетами до 700 км в год в рамках работ по электрификации протяженных линий. Электрификация продолжалась в основном на ранее намеченных при СССР магистралях, где электровозная тяга была выгоднее тепловозной. Кроме того, в этот период произошел масштабный перевод ряда линий с постоянного тока на переменные в 1995 году. На переменный ток была переведена 377-километровая линия Зима, Иркутск, Слюдянка, в 2001 году, 450-километровая линия Лоухи, Мурманск, в 2003 году. 90 км пригородно-городских линий Волгоградского узла в рамках электрификации Приволжского хода Сызрань-Волгоград-Тихорецкая переменным током, а в 2006 году на переменный ток было переведено 70-километровые агломерационные тупиковые ответвления минеральной воды Кисловодской Бештау-Железноводск. С 2006 года размеры электрификации еще более сократились и каждый год вводится менее 200 км линий на электротяге. В основном эти работы осуществляются на территории Украины, где имеется профицит дешевой электроэнергии ТАЭС. В России реализуется только 4 крупных проекта электрификации линий в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Комплексная реконструкция линии Корымская-Забайкальск в Забайкальском крае. Комплексная реконструкция линий на Таманском полуострове в рамках строительства нового глубоководного порта Тамани и электрификация Малого кольца, Московской железной дороги со всеми станциями и передаточными ветвями. Кроме них, в России были электрифицированы некоторые короткие линии для движения электропоездов в аэропорты. Сразу электрифицированной была построена линия «Адлер-Красная поляна», предназначенная для обслуживания Зимней Олимпиады 2014 года. В Республике Беларусь ведется электрификация направлений Жлобин, Гомель и Молодечно, Гудагай, граница с Литвой. Факты. Некоторые промышленные электровозы могут получать питание не только от верхнего контактного провода, но и от бокового или по кабелю. Кабель наматывается на барабан, установленный на электровозе. Контактную сеть линии Белореченская Майкоп может подаваться как постоянный ток 3 КВ, так и переменный 25 КВ. Это испытательный полигон РЖД, единственный случай в истории электрификации советских и российских железных дорог. Замена переменного тока на постоянный ток произошел в 1989 году на Павелецком направлении Московской железной дороги. После электрификации на постоянном токе участка Рыбная Узунова станция Узунова стала станцией стыкования, а участок Ожерелье Узунова с переменного тока переведен на постоянный ток. Станция Ожерелье перестала быть станцией стыкования. По условиям электробезопасности, внутри зданий локомотивных депо контактный провод не подвешивается. Электровозы загоняют в цех с опущенным токоприемником, подавая питание на один из тяговых электродвигателей от внутрицехового источника постоянного тока напряжением около 90 В. На кузове электровоза имеется розетка, электрический ток подается по кабелю, точно так же загоняют в цех тепловозы с электропередачей. Таким же способом локомотивы выкатывают на улицу мощные электровозы постоянного тока при трогании поезда поднимают два, а то и все токоприемники. Сила тока настолько велика, что может произойти пережег контактного провода. Внедрением асинхронных трехфазных тяговых электродвигателей можно увеличить мощность электровоза примерно в 1,5 раза. Дело в том, что тяговый электродвигатель – машина предельного исполнения. Его мощность определяют габаритной размерой, обусловленной шириной колеи, точнее, расстоянием между колесами. Форсировать коллекторный электродвигатель, увеличивая силу тока, весьма затруднительно, так как при этом появляется насыщение магнитной системы. Далее увеличивать ток бесполезно. Трехфазные асинхронные тяговые электродвигатели имеют меньшую металлоемкость в сравнении с коллекторными при той же мощности. Например, коллекторный электродвигатель электровоза ЧС-200 имеет часовую мощность 1050 кВт, а трехфазный асинхронный электродвигатель электровоза Биару от 185 до 1400 кВт. Источники – Муди, GT Part 1, Саузерный Электрик, Триерди Дишинет, Лондон и Аналон, 1960 год.